Наша постоянная рубрика Олег Комаров отвечает. Олег Константинович, в России могут провести реформу банкротного законодательства. Это тоже информация вот последнего месяца. Соответствующее предложение в Госдуму внес Верховный суд. Суть какая предложение? Запретить возбуждать дела о банкротстве при наличии сомнений в реальности кредитного договора. Кроме того, бывший супруг потенциального банкрота также будет становиться участником дела о несостоятельности. Вот в Госдуме подчеркнули, что поправки необходимы из-за рекордной закредитованности россиян. То есть более 35 триллионов рублей россияне должны сейчас банкам. Вот как вы считаете, это усложнит процедуру списания гражданин кредита? Сейчас очень много организаций, которые помогают списывать кредиты. Вот такая процедура узаконенная усложнит? Я думаю, она усложнит. Потому что контрольный орган, допустим, Центробанк, увидели лазейки, и вот они сейчас, Верховный суд, и они решили сейчас в этом вопросе модернизировать законодательство в этом отношении. Поэтому да, будут усложнения. То есть в этом будут усложнения. Но я одно хотел сказать о другом. Вы обратите внимание, вот мы едем по улицам Саратова, допустим, Саратскую улицу. У нас везде плакаты. Предлагаем банкротства, предлагаем банкротства юридических лиц, физических лиц. То есть это сейчас оказался самый прибыльный бизнес банкротства. Следующий момент. А вот 34 триллиона назвали, допустим, 35 триллионов назвали. А вот анализировать вот эти все, допустим, вот эти долги, а с чем связаны они? То есть вот это вот, надо тоже этим заниматься, вот этим вопросом. С одной стороны, тарифы большие, то есть, естественно, Мополь. С другой стороны, значит, падение дохода населения там по определенным группам. Третье. Процентная ставка центра банк все время увеличится. И получается вот тут тоже вот в этом отношении, что вот не всегда физическое и юридическое лицо виноваты. То есть виноваты бывают там те обстоятельства, которые от них, они на них не могут повлиять, будем говорить, в этом отношении. Поэтому тут тоже на это надо обращать внимание. И по принятию решения, то есть законодательству, надо на это обратить внимание. Потому что если все время вот виноваты физические лица, россияне, виноваты юридические лица, ну, постепенно будет количество банкротов, будет увеличиваться, увеличиваться. Ну, в конце концов, то есть вот и денег у меня не сможете взять, и останемся вот с этим количеством банкротов. Поэтому ситуацию нужно менять. То есть менять, регулировать. И думать не только о том, что вот 35 триллионов, то есть, допустим, у нас должны сейчас банкроты. А как сделать так, чтобы не допустить, чтобы были банкроты в Российской Федерации? Ну, тот же Центробанк. Он же сам меняет правила игры. Каждый раз увеличивает ставку рефинансирования. Меняет. Меняет абсолютно правильно. Поэтому я говорю, это пример того, что когда берет кредит физическое, юридическое лицо, он не может на это повлиять. Ну, ему в банке скажут, ну, ты видишь, вот в кредитном договоре, вот внизу мы написали, что вот в таких обстоятельствах, то есть при изменении процента ставки автоматически у тебя... Форс-фажор, так мы называем. Форс-фажор, да. Вот они объясняют форс-фажор. Понятно. Спасибо огромное. Спасибо вам. Задавайте вопросы Олегу Кумарову. Я буду их адресовать, он обязательно вам ответит. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»